привет друзья каждым по приветику из прекрасного петербурга мы переехали из калининграда шесть лет назад я вам рассказываю о том как прошел переезд как здесь устроится адаптация климат погода работа люди которые здесь живут ситуацию с которой можете здесь столкнуться обо всем друзья мои нас становится больше спасибо огромное что подписываетесь что заходите отдельный приветик тем кто заходит каждый день и сегодня я хочу с вами поговорить на тему продолжить прошлого видео тему аренда недвижимости покупка недвижимости на что обратить внимание тот моментик о котором вам риэлторы не скажут а я скажу потому что я знаю множество историй девчонок мальчишек с которыми я работаю с которыми мы знакомы как они заселялись и что у них было прошлом видео я говорила о том что круто было бы жить если эконом эконом вариант выясните что круто было бы заселяться не в коммунальную квартиру где соседи а в отдельную хотя бы студию по цене можно там зависимости от района найти нормальные варианты по цене и так истории про заселение в коммунальные квартиры сначала покупка женщина сколько ей лет старше 40 продала квартиру в своем городе центральной интегра россии и ей хватило чтобы петербурге купить комнату в коммунальной квартире спальном районе нормальный хороший район где все есть не окраина нет спальный район какое-то метро рядом метро кстати рядом по моему на гражданском проспекте да на гражданском проспекте но это та коммунальная квартира которая просто двушку одну комнату продали а во второй живут хозяева которые сделали из комнатной квартиры коммунальную квартиру они решили продать одну комнату там все это документально оформлено все правильно никаких проблем все чистая сделка я как раз хватила на эту комнату она сделала там ремонт как захотела но места общего пользования совместные пока проходила сделка все нормально потом она туда заселилась какое-то время все нормально а потом ребята что оказалось что эти семья мужчина и женщина во второй комнате детей без детей они ребят алкоголики к сожалению оказалось так и у них день через день вот эти начались праздники так как их назвать праздники постоянно нагресс работы прихожу они миг уже музыка на всю и в два часа ночи и в три часа ночи и и гости к ним приходит и день через день и куда уже бежать от этого не знаю и так она пожила с ними год помучилась говорит вызывала даже полицию чтобы их как-то привести в чувство ну что они так не совсем соглашаются они вроде бы и не буйные но и неспокойная это что сами понимаете вот они она говорит напьются раз то унитаз сломали то где-то чё-то ну понимаете ребят как порядка в общих местах общего пользования если я не наведу никто не наведет и вот это все начинается но самое что ее огорчало это то что никогда не знаешь будешь ты спать в тишине ну это же представьте двухкомнатная квартира обычная двухкомнатная квартира все слышно все как будто я уже думала может мне как празднику присоединиться шутяк гордо я не знаю у них каждый день праздник каждый день у них то одно то другое то пятое до десятое в общем она уже устала всего этого играет как это так я попала в такую историю и теперь она сейчас там перед немножечко комнатку свою тоже подделаю и выставлю на продажу и что конечно же она не скажет не скажет вновь покупателям наверное не скажет не знаю скажет не скажет ли не сказали об этой проблеме а те видимо ведут себя прилично пока идет сделка а потом такое начинается ну говорит что в полицию обращалась ему же надоело приходить ну что сделают им замечание но какой-то там страх небольшой выплатят и все равно они уже не могут без этого у них это уже норма жизни она говорит я так среди них пошла год думать туалеты я неправильно живу он люди живут и фестиваля к фестивалям все у них прекрасно полюбить вы ее малышку молодец все ребят под ноги какие-то под ноги там такие смотрите маленькие такие девчоночки споткнулась но ничего не упала так немножечко корзиночку своей уронил так не отвлекаясь короче ребят о чем я хотел вот это вам рассказать соседи все она выставила эту квартиру на продажу комнату не квартиру комнату кто-то следующий попадется на эту историю дальше и кстати она сказала продам и буду смотреть в муре на в муре на у нас можно купить студию по этой цене и лучше буду в муре на добираться до работы чем буду жить вот в такой квартире а студию маленькую в муре нам нужно купить за те деньги по которым она продает сейчас эту комнату спальном районе это первый момент второй момент я знаю еще несколько таких историй где снимают арендует коммунальные коммунальной квартире комнаты причем это разного плана это и в этом в центре старых он хотел сказать да в центре отдельные комнаты с ремонтом но места общего пользования без ремонта пятикомнатные квартиры и шестикомнатные квартиры 2 вот расскажу мужчина он снял там общего 6 комнат да они заходят они в комнате у них чистенько сделаны ремонтик вроде бы и нормально но места общего пользования как правило обрезали они так столкнулись потому что видимо искали подешевле и дешевле я знаю что есть очень классные коммуналки современные там ремонт везде сделан везде но они дороже стоит ребят современные коммуналки вот эти с ремонтом везде и в комнате и места общего пользования они 14 15 все 18 все в зависимости от района так за эти деньги вы спокойно снимете студию будете радоваться жизни ну так вот они рассказывают ту же историю вот на 5 комнат или на 6 обязательно найдется какой-то человек или просто скандальный чего-то там вечно не поделит чего-то ему не нравится вечно какие-то сандалы или вот именно тоже зависимый от алкоголя который трепет всем нервы который постоянно какие-то от него неприятности так скажу поэтому друзья мои коммунальные квартиры вопрос-вопрос нужны ли они вам а кстати потом еще есть вариант заселения например есть бабушки которые например у нее двушка или трешка и она одну комнату сдает девочки студентки например там или одинокой женщине вот это тоже есть в петербурге как во всех городах больших где сдаются квартиры и тоже у меня девочка заселилась к такой бабушки бабушка приятная интеллигентная аккуратненько квартира нормальная в такой найти в хрущевке пятиэтажки квартирками чистенькая с обычным ремонтом с обычной мебелью там не супер-пупер современная но не облезла и все горит начали мы жить и бабулька тихо я ничего не скажу но горит какой-то кошмар горит как только я захожу домой это бабулька начинать за мной ходить по пятам вот я зайду в комнату она естественно в комнату не заходит все не заходит только я выйду там на кухню или в туалет или ванную комнату она уже тут как тут и за мной по пятам ходит и начинать что-нибудь разговаривать или что не спрашивать или все время найдет какую-то тему ну как я сначала думаю ладно ну бабушке скучно может ей хочется с кем-то поговорить она целый день дома одна не работает ладно пусть будет так но потом я уже устала от этого потому что даже в семье если бы я жила в семье со своими родителями родственниками но это чересчур просто ни одного выхода из комнаты не было без нее из бабушки этой плюс она горит у нас общий холодильник это бабулька постоянно горит что-то подъедает моё я вот например тоже специально же скалы эконом вариант ну ладно ладно ничего страшного там по чуть-чуть ну а потом например тоже бывает что придешь знаешь что у меня там два яйца осталось еще или кусочек сыра остался или там кусочек колбаски приходишь ничего не типа не буду заходить магазин ничего не буду покупать приходишь ничего нет нету колбаски нету сыра ну где-то там один раз другой раз вроде бы ладно бабулька ладно но пенсия маленькая допустим не зря же она пустила человека но в то же время вяжи и плачу получается к пенсии да там сколько на комнату ну короче это все надоело а свет говорит когда заселялась такая милая бабушка такая приятная такая интеллигентная спокойная вообще насчет спокойствие тишина и покой да но вот это постоянно вот эти моменты не могу и очень она уехала бабушки нашла себе другую квартиру уже без хозяйки ангрики поняла что с хозяйкой жить не хочу ой так что ребят тут столько вариантов когда вы идете с кем-то жить есть конечно квартиры где даже в объявлении написано там у нас трехкомнатная квартира каждая комната каждой комнате живут там в одной комнате живут студенты в другой комнате живут там семейная пара прямо описывает уже это мы себе ищем там не пьющего не курящего спокойного многим перечисления человека мы готовы принять свою компанию вот такие объявления есть вы уже можете смотреть подходит вам это или нет некоторые даже пишут у нас проходит какие-то там совместные ужин и вечера без алкоголя без шума там совместные какие-то эти вот может кому-то это и понравится я все хожу вокруг этих красивых цветочков маленький какие неприятные малюсенькие такие тоже можно найти варианты а еще один вариант думаю вспомнить бы вам в этом видео все варианты еще одна девочка заселилась точно также с женщиной пожилой ну не знают 70 не было под 70 70 отдельная комната все то нет не ходила за ней ничего такого не было но было другое день вернее не день а ночь через ночь она вызывала себе скорую помощь если там то ли сердце больное то ли еще что-то больное и она друзья уже замучилась ночь через ночь нам к нам приезжает скорая помощь ей плохо вот ей плохо потом уже врачи скорой помощи и потом она начала просить уже эту девочку чтобы она вызывала и скорую помощь потому что ну к ней уже не особо торопились потом потом уже эти врачи скорой помощи они же одни и те же работают в одном районе начали и намекать что у бабушки просто нервная система нарушена и ей не нужно сейчас врач вот сейчас и врач не нужен это она сама придумала себе что ей нужен врач и вызывает и она говорит я так устала мне на работу завтра а тут скоро и даже надо скоро открыть скорой встретить скорую встретить вот это все все на меня уже начала это ложится встречать врачи провожать врачи закрывать двери а мне утром 7 утра вставать на работу потом один врач и уже шепнул что эта бабушка стоит на учете все себя психиатрической лечебница то есть реально стоит на учете потому потом она у соседей узнала и соседи об этом подтвердили да вы чтобы когда заселились мы думаем боже бедная женщина куда же она заселяется ну бабушка спокойная тоже такая с виду спокойная приятная тихая относительно получается тихая но вот это день через день день через день или каплей было уже моего терпения и понимания когда уже была последняя капля нетерпение это когда ангрия даже испугалась я прислала домой это бабушка ходит по квартире вообще по так двухкомнатная квартира была сама с собой разговаривать и горе и говорит какие-то слова таки ой что-то горит вот надо вызвать пожарных сюда и она спрашивает не помню как звали бабушку полина петровна по моему она говорила какой-то имя такой парень петровна что случилось она июня не слышит поэтому она вызвала скорую а скоро я сказала это надо не нас уже и короче потом эту бабулю забрали в эту лечебницу и пока на месяц они говорят что периодически у нее вот случается такое она не буйная она там никакая для общества для общества она не опасно но у нее вот случается периодически вот такое что-то ее забирают в клинику на месяц там что-то и прокапывают а потом возвращает домой а дети дети у детей у нее нет не было так что кто-то приехал и она потом говорит нашла и какую-то племянницу бабуля дала ей телефон нашла племянницу и позвонила племянница за это время пока бабушка была месяц она жила одна в квартире и уже потом племянница должна была через несколько дней забирать эту бабулю везти домой она она говорит я даже покушать в эту больницу стала возить но жалко мне человека вроде бы неплохой человек но вот такая проблема у него и потом ведь я высадилась другую квартиру ребят вот всякие случаи поэтому почему я веду когда вы будете заселяться с кем-то то обращайте внимание имейте ввиду что всякое может быть всякой ребятушки может быть мне кажется классно заселяться одному или например если вы приезжаете уже с кем-то если вы приезжаете с кем-то то конечно что вам одному пожалуйста вдвоем снимаете студию вдвоем снимать однушку или вдвоем снимаете двушку очень часто двушку вижу например и пополам платит и получается там 25 двушка ну смотря какой ремонт и в каком районе и пополам пополам нормально что касаемо нас я уже рассказывала у нас соседи так туристская адрес 24 дробь 42 вот интересно здесь видите адреса через дробь есть дома 24 дробь 42 не дробь 1 там или корпус 1 корпус 2 корпус 3 нет просто дробь идет и все я чувствую такое солнце что если не с вами буду загорать у нас знаете какие соседи были у нас на площадке все замечательно значит один дедушка живет спокойно тихий ему иногда дети приходят и взрослые дети сын приходит еще тут приходит с другой стороны у нас взрослая семейная пара под 50 и 4 квартира тоже семейная пара сколько им под 40 так двое деток у них школьников тоже тишина тишь до блать до благодать четыре на этаже квартиры два лифта все спокойно закрытая территория дом все спокойно но был вариант я вам рассказывала что где-то выше этажами не знаю может даже другой парадной очень громко включал музыку по пятницу или по каждую пятницу несколько месяцев мы слушали и шансон и попсу вот такой все видно так у человек взрослый был потому что вся музыка взрослого поколения не современная вот все эти такие песни застольные и видимо там потом кто-то пропал а мы-то стали я прям это же слова всех песен а песни до мне какая-то тоже нравилась он когда я включал все думаю как же эта песня называется меч очень слышно но точно не рядом с нами и не над нами не под нами где-то ощущение или несколько этажей вверх или даже в соседней парадной каждую пятницу мы даже уже понимали найти когда не следишь это какой день недели как музыка в час ночи начинается до двух в двенадцать начиналось в одиннадцать до часу до двух так этому осенью пятница что ли а ну да пятница точно вот так но потом куда-то человек исчезли переехал или предупредили его суседи там же наверно более слышно было ряд куда-то мы пришли с вами так и ищу это одна история сейчас уже давно нету этого и вторая история когда где-то тоже не на не у нас во всяком случае на этаже а где-то выше где-то в сторону может быть тоже ругались периодически там раз в недельку очень громко что-то женщина истерила ребенок плакал я вам рассказывал эту историю и ребенок такой уже что мог отвечать этой женщине но она и даже мужской волосы не слышала такое ощущение что женщина с ребенком ребенок на такую же знаю сколько лет может на школьник точно второй класс 3 может не знаю старше не туристская 22 или мимо это дом красивый идет стройка и все я не знаю там и по подарим и стучали и мы уже тоже ну как не в нашем не в нашей парадной другой где-то где точно не знаешь видимо соседям надоело это все и прекратила сейчас тоже этого нет вообще уже давно тут прям душа разрывается думаю что за истерика там ребенок плачет это орет на ребенка ночью плану да нет это не одна и даже семья потому что разные истории в общем тоже это все прекратилось слава богу то ли полицию вызывали то ли что но соседи активно реагировали на это слышно было что они там как-то замечают это все так что ребят соседи я знаю как назову это видео осторожны соседи пишите ребят кто живет петербурге какие у вас истории бывали соседями или нет надеюсь вам повезет все будет круто и у вас будут прекрасные соседи что ветер тут дует я иду прям куда глаза глядят мимо стройки так вроде бы все рассказала вам немножечко долго но может что-то что-нибудь подрежу подрежу хорошего дня хорошего настроения спасибо тем кто заходит каждый день ставьте лайки подписывайтесь заходите плейлист адаптация климат переезд работа все все там есть все темы поднимаем рассказывай все что знаем в петербурге и встретимся ребят в следующем видео пока пока